О героях Великой Отечественной и Первой мировой войн. Так называется новая книга подполковника в отставке уроженца Алла Гувата Равката Зубаирова. Первыми с исторической новинкой познакомились ученики кадетской школы. На презентации кадеты узнали, что это далеко не первый труд нашего земляка. Годами ранее вышли книги «Они сражались за родину, герои войны и труда, история малой родины». Уже сами названия говорят о том, что вся исследовательская работа автора связана с родными местами и их жителями. Всероссийский конкурс проводился, и там было 296 проектов, и проект создания земли Юрматы занял третье место. Я обрадовался, я вот три месяца ходил по Салавату и думал, думал об этом, и решил я написать книгу. Поэтому первый раздел книги называется «Документы и создание земли Юрматы». Второй раздел – это «Герои Отечественной войны», третий раздел – это «Герои Первой мировой войны». Провозглашать патриотизм просто так голословно – это как-то плохо доходит. А когда дети это видят, берут в руки, считают, им рассказываешь, вот она история, вот они реквизиты войны. И это все как-то, она как-то ближе и воспринимается намного лучше. Равкат Мухтарович сделал делом жизни изучение военной истории Малой Родины. Как признается автор, он считает несправедливым, что до сих пор есть безымянные братские могилы и солдаты с неизвестной судьбой. Благодаря изысканиям Равкату Зубаирову удалось узнать о судьбе многих переселенцев земли Юрматы, в том числе и про годы службы своего отца, участника Первой мировой войны. Я знал, что мой отец служил в гвардии в Волынском полку, а документов никаких не было у меня, только фотографии было. И когда я в интернете нашел документ о нем, вот я и решил как бы третьим разделом написать о героях Первой мировой войны. Автор книги считает, что герои нашего времени жили в каждой российской семье. Нужно лишь глубже изучать историю своего края. И такие издания о земляках будут полезным источником информации для современников. Книга издается малым тиражом. Пока полсотни экземпляров. Все они будут переданы в школы и библиотеки города. Алена Чернова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».